Рак Перископ Что-то прям застой дикий Вот, а что Треки будут ближе к альбому, к релизу Кто дизайн мерча придумал Ну мы нанимаем, типа, людей Которые этим занимаются Которые рисовать умеют Вот, я выебусь Скоро выйдет у меня рюкзак Вот, сейчас мы доделаем рюкзак Выходит, а потом Выходит спортивный костюм, нахуй А как вам, блядь, а как вам, нахуй Спортивный, блядь, костюм Вот это заебить, согласитесь Так, заменить Ага Ну, короче, телеграмм Какое-то мозгоебство Если честно Так что я не буду его открывать Так, вопросы Покупать их уделить смерть, конечно Как тебе диз? Лизский охуенный Будут пиздатые ролики, но не клипы Аферисты в сетях выходят Скоро Скоро мы будем снимать аферисты в сетях На костюме будут три полоски? Нет, там будет другое Какая будет цена рюкзака Ну, там материалы хорошие Дорогие Так что, ну, где-то шестеру будет стоить Как тебе, Мидикс? Мидикс, который последний делал Короче, когда он делал меня И там братишкина, по-моему Что-то такое мне не особо понравилось А на меня последнего Он под гетро закосил Выглядело, ну, блядь, годно Неплохо А кроссы Кроссы, это вообще Это прям отдельное искусство Которое надо уметь Если бы он найдет специалиста Который, в принципе, шарит за это Возможно, в теории В следующем году Вот Кто, блядь, рыгает, нахуй, сука, свиноты Будет пародина вжух 2.0, нет? Че, ебнулся, 6 тысяч Хорошо, за сколько у тебя рюкзак? Типа Сука Я прям Меня прям трясет от этого Я выпускаю футболки По тысяче рублей Но меня орут А че у тебя футболка Три тысячи рублей? Я выпускаю ходи за три с половиной тысяч А что это на три с половиной тысяч стоит? Да вы ферменные шмотки За сколько покупаете, блядь? У меня штаны за 25 В них ничего такого нету Это был единственный раз Когда я купил стоник Куртку и штаны Вот И вышли они за какие-то колоссальные деньги И мне будет просто за счастье нахуй Если я куплю себе там Худи за три с половиной тысячи нахуй Сука Извини за отрыжку Ладно, я тебя прощаю Конкретно тебя только Как там дикспота? Работается Прям Охуенно Все почти пацаны сдали Ждем только от фетра Ну фетра это которая А вы же состав наш не знаете Хорошо По поводу дикспоты Дикспота Для тех, кто не знает К мерчу я сейчас вернусь Дикспота Это мой будущий танцевальный лейбл Первые Так сказать Хедлайнеры Первый состав уже есть Которая С которыми Я сейчас пишу микстейп На фете будет грязный рем На этом Он уже сдал В принципе Акапеллу Вот Сейчас под нее я буду писать Песню Вот Короче будет Раз Так смотрите Я Фетр Стилма Гнар И еще один человек Который не сразу появится Пока будут четыре человека Вот Четыре хедлайнера Которые делают Охуительный музон Каждый из них По особенному уникален Вот В основном все ноунеймы Вот Кроме фетра Я считаю Фетра это чувак Можете погуглить Это чувак Который делал коржу Максу коржу Малый повзрослел Это его бит То есть он очень талантливый парень И все талантливые Но я имел в виду о том Что типа Вы поняли Вот Гнар Это чувак Который делает Нейру стейп Ну вот такую подобную Одногравлую хуйню И это звучит просто Охуенно А Стилма Это бро стейпер Достаточно профессиональный Я очень давно знаю Ну короче Я набрал людей Которые Каждый Не просто Ой прикольно делаешь Беру тебя Каждый из них Сука уникален И каждый из них На друг друга не похож Вот И будет прям охуенно Такая сочная солянка Вот Мы пригласили на Микстейп Который у нас выходит В качестве гостя Грязного Рамиреса Он точно будет И Флайбой Флайбой Это чувак Которая Ой боже Ну короче Это чувак Которая Со Скриликсом Делает Песни Голос Один из важных Там голосов Скриликс И так далее Вот От него мы еще Наверное Там С ним короче Надо списывать По поводу Вот Выходит Я обещал Микстейп В июне Мы к июне Не управляемся Пацаны Чисто физически Возможно Июль Конец Июля Август Я стараюсь Как могу И пацаны Тоже стараются Как могут Вот Ну короче Почти все работы Сдали Осталось Это все Сводить Я еще Не доделал Вытаскивай меня Кстати Вот вы спрашивали Будет на Микстейпе И она уже Почти что готова Вот По поводу Мерча Я обещал Вернуться Сука Вы должны Понимать Что 6 тысяч рублей За рюкзак Я уже заебался Это объяснять Это последний раз Когда я это так делаю Я в следующий раз Буду просто игнорировать Мы не берем Из головы Эту цену Нету такого Что я вон Беру допустим Ну не знаю Типа Комикс Печатаю комикс И говорю Блин Какую бы цену На него придумать Ну давай 100 тысяч рублей Это так не работает Ты берешь Учитываешь Материал Который уходит на него И накидываешь От 70 До 100 Процентов Сверху Вот Чтобы Компания Которая ты изготавливала Зарабатывает Вот и все Это так и работает Типа Там Особто лишнего Никто не берет Это цена Не из головы Приходит Вот и все Все Это последний раз Когда Я вам объясняю Что-либо Не вопрос Хотите Вон на Все Все Майки Точка Ру Эти уебанские Выкладывают Футболку Лицемер Ходите в ней Типа Че Стоит там Она 1000 рублей И то 1000 рублей Кстати Хули вы Вот Покупайте там Худи И так далее Ходите в ней Парашный Чтобы Вы попадали Под этот самый Под дождь И у вас все руки Потом синие были Из-за краски Без проблем Я-то не против Ну я просто Если Вы мне в глаза попадете Я просто буду на вас Выявываться Вышивка и принт Разные вещи Конечно У нас все вышивка Все вышивка Это единственное Вот эта Футболка Это был мой первый мерч Который мне вообще Не нравится Это принт Посмотрите Видите какое качество И то хорошее Я типа растягиваю И ничего не случится Мне в лом доставать У меня есть где-то Футболка со всех маек И вы бы увидели Короче Что с ней Вот Когда растягиваешь А у нас сейчас Вышивка чистая То есть это вышивается Поверх еще Логотипы Надписи И так далее Все Что я еще Должен рассказать вам Что я еще Должен рассказать Я не помню Что я вам должен Рассказать еще Что вы хотите узнать Давай про тур Про тур Будет у нас В октябре Начинается он По-моему С семнадцатого Сейчас я вам скажу Да С семнадцатого октября С Красноярска Начинается Вот Можете в принципе Зайти на мою страничку Вконтакте Кто не в курсе про тур Кто хочет Танцевать Тусить Там шестнадцать плюс Вот Заходите На мою страницу В закреп Вот Будет Красноярск Томск Новосибирск Тюмень Екатеринбург Уфа Самара Нижний Воронеж Ростов Краснодар Москва Санкт-Петербург Если вам интересно Лично меня Тревожит только Казань В первую очередь Потому что это мой город Сука Вот На Казани вы должны Показать себя максимально Активно Хули я говорю Прошлый раз Когда я в туре приезжал В Казань Было охуенно Прям Мы собрали не так много Народа Но Это сугубо Моя вина Это моя аудитория Ну в смысле Типа У меня тогда было 1500-1600 подписчиков Это нормальная хуйня Сейчас почти 2 Вы прикиньте Бля Сейчас 2 миллиона будет Через 100 тысяч Это пиздец Вот И Москва Санкт-Петербург Естественно Москва Потому что там будет Больше всего народа У нас будет Йота Спейс Мать вашу Вот Йота Спейс Мы должны собрать И Санкт-Петербург По-моему Клуб у нас То ли космонавт То ли чо Аврора Аврора Кстати Блядь Аврора Пиздец родная Обожаю Барнаул слыхал Про такую деревню Ой Барнаул Там нихуя Не собирает никто Поэтому мы туда Не поехали Вот Концерты я И так не часто устраиваю Поэтому Сходить стоит После этого тура Вообще Концертов Долго не будет Возможно Возможно Я время от времени Так как я ненавижу Блядь Сходки Это детская Хуйня Где типа Ты приезжаешь Ну В теории Можно сделать Когда-нибудь Но Не злоупотребляйте Да Вот так скажу Я хотел Как-то в Казани Сходку сделать Просто так Типа Для кека А не Не сходку Я хотел Прийти на НКЦ Сделать Историс Типа Я стою Тут 10 минут Кто подойдет Тот успеет И типа Отфоткаться Кто подойдет И уйти То есть Ну сходка Это пиздец Вот А так Типа Можно будет Отдельными Концертами Просто так Типа Взял Назначил Тот же Барнаул И приехал Вот Ну короче Вот такая куйня Время от времени Наверное будут так делать Вот Тем более у нас будет Дик Спота Лейбл Вот И Может быть Мы с пацанами Не в тур поедем А хотя бы там Какие-то концерты Будем делать Да что Кто рыгает Блять А Вроде один дом И бесит Когда Мухосранск Ага Давайте Другие вопросы Не про то Что я сейчас говорил Почему Что я сплю Чтоб детей Не было На концерте Можете с родителями Не приходить Это бесполезно Вас никто не впустит Типа Ну его Нахуй Рюкзак Лицемер Или дикость Не Это вообще Это Если вы видели Мои значки Это будет С этим связано Почему Перми нет Потому Что Влоги будут Блин Недавно я сидела Думал об этом Написал Что типа Хотите влоги Все такие Да да Я такой Бля Зачем я это спросил Хочется Влоги Но Заниматься этим Блять У меня же Тот канал с влогами Который я делал Монтировал Ширяев Паша Последний там Штук Пять влогов Он монтирован До этого я И когда я начал Мне этим заниматься Не хочется Вот Я хочу просто Снимать И все И так как я снимаю Это не ради рекламы Хотя Изначально думал Что типа Бля Прикольно Там буду рекламу Отбивать Нихуя Что-то Короче Так как я снимал Это не ради рекламы И плюс Мне это монтировали Я принимаю участие Вот ровно вот столько В создании этого контента Мне стало Так неинтересно Просто Пиздец Как мне интересно Этим всем заниматься Это просто Трата времени Какая-то И никакие деньги Блять Или просмотр Меня вообще Не смотивирует На это Вот Поэтому я Поделал Поделал И хуй забил Вот Когда прилетишь В ЛА Бля Мне бы Нахуй Загранник Ебать Я мешки под глазами Ну я только проснулся Я даже не умывался Вот Я только попил колу И Покурил сигарету Все Сразу говорю Рыгал я На стримах Как мне от души извиниться Все Я тебя прощаю Братан Не переживай Влоги с Лизкой Буду Ну что за тупой вопрос Блять Ты не слушаешь Что ли Я тебе только что Объяснил про влоги А ты мне Влоги с Лизкой Пизданутый Что ли Сука Вот большая проблема Большая проблема Большой аудитории То что Появляются Какие-то дети Просто Блять Ой какой кошмар Вы бы знали Вот еще одна тема Я понял О чем надо поговорить Блять Дети Это Это прям Я даже Я когда становился Видеоблогером Ну типа я Вообще Ролики снимал Аж блять С 2011 года Но Когда Я понял уже Аудиторию Что растет очень сильно Я не знал Что меня ждет Типа Маленькие девочки Маленькие мальчики Настолько Пизданутые И такая редкость Что из них Будет Какой-либо Там один Хотя бы Из ста человек Нормальный Типа Ну у меня есть пример У меня есть топ Донатера Наверняка Многие Из вас его знают Кто на стримах сидит Кот Мурзилка Это мальчик Ему сейчас 15 Получается Раньше Он был Ну когда мы познакомились Ему было 13-14 лет Пиздец Вот это адекватный Парень Ему Блядь Всего лишь 14 лет Он рассуждает Умно Вот Он интересный Он адекватный Ну и так далее Вот такое Вот такое Это прям Золоце А маленькие Де Ой А остальные Это пиздец Ну типа Я могу еще Перечислить Несколько человек Хорошо Но Я говорю про Общую картину Да Скажем Если вы думаете Что Ну если вы сидите Если ты там мальчик или девочка Тебе лет 14-11 И тому подобное И ты думаешь Что он хуйню несет Я адекватный Адекватная То заебись Я Я очень счастлив Вот Я говорю про Массу Вы поняли Пиздец Шиперские паблики Комментарии Я даже в комментарии залезу Это охуеть просто Ну короче Вот эти все Шутки Которые они считают Смешными Бля Ребят Я так от этого устал Маленькие девочки Шиперы Пишут всем моим знакомым Всем моим друзьям Девушкам Типа Там Ну допустим Лера Мидлер Они пишут Свете Еще кому-то Я там поехал в Казань Когда-то Давно Вот И у меня есть там Ну короче подруга Я с ней Типа Прогулялся Мы там Что-то там И она сняла Инсисторис Типа Где я попал Они узнали Про эту Инсисторис Они засрали Ей весь Инстаграм Что типа Там Донинская канон Я там Ебала твой рот И так далее Если ты Ты смотришь И ты Занимаешь Такую хуйню Ты пизданутая Ты просто Ебнутая тварь Малолетняя Ебнутая тварь Серьезно Нахуй Типа Я был сначала Не против шиперства Ну типа Занимайтесь вы чем угодно И все Мне срать Меня не трогайте Меня не трогайте Блять А то что они творят сейчас Это пиздец Просто Нахуй Отбитые твари Малолетние Я вахую с вас Просто Отъебитесь От меня Идите Владу бумагу Смотрите Отъебитесь От меня Пизданутые Просто Блять Просто Я вахую Что такие существуют Я в шоках Ну ладно Пишите вы о том Что я там С кем-то ебусь И сосусь Там с Мишей Севергоном И так далее Да ладно Мне срать Я типа Знаешь Знал всегда Что существует Такой феномен Но мне всегда Было похуй на него Но когда вы Начинаете Написывать Типа Вообще Всем Всем людям С вагиной Которая вокруг меня Это сумасшествие У меня в клипе Девочки снялись Вот Одна из них Казашка Остальные все кореянки Серьезно Вот последний клип Они все кореянки У одной из них Вообще Инстаграм на корейском А блять Вот И Они Всем Написали В инстаграм Ну Всем Каждый Написали в инстаграм Какая-то Блять Страшная Отвратительная Я захожу Там такая Жирная Знаете Типа Донецк Канон Блять Я в ахуе Блять Ты как Как существуешь Нахуй Есть же мальчики Шиперы Пацанчики Ну Я не видел В основном Это девочки Да Есть конечно Но я просто Я образно Говорю Короче Что Вот существуют Вот такие Ланны ли Казашка А я не знаю Ну Типа Инстаграм Не знаю Ну Вот Приехал На видео Жару В Киев Ну Блять Вот такие Неудобные Вопросы Задаете Конечно Это Украина Я вообще Хуй знаю Типа Впустят меня Туда Или нет Во-первых Это перелеты Перелеты Я очень Набоюсь Мне надо Прям готовиться Морально Очень долго К перелетам Во-вторых Я не знаю Впустят меня Или нет Понимаете Настолько Прикиньте Блять Чтобы поехать В Украину Надо Пугаться Впустят тебя Или нет Ну Пиздец Как тебе Найти Выход Я знаю Что такое Существует Знаю Что он Форсес Раньше Пиздец По пабликам Но Я так Ни одну Не послушал В Детройт Нет Не игра Пока Пошли их Нахуй Да бесполезно Когда освободишься Отдел Директ Когда освободишь Директ Чтоб Директ Написал Ну ты напиши Директ Что там Что тебе нужно Смотрел Клик-лак Эльдар Со старой Читали фанфики Мамам Ебой Это охуенно Я прям Охуенно Я прям Я Эльдару Написал сообщение Вот опять Телеграм Не могу открыть Где я во всю Глотку орал Смешно Очень смешно Я прям Видел как Матери Эльдара Было очень стыдно Но это смешно Круто 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 еще То Что Мама Эльдара И старого Поддерживают это Ну то что они занимаются И так далее Они шарят За клей-клак Ну наверняка шарят Естественно Ну в смысле Еще бы они не шарили Вот У меня мама тоже Когда Пошла вот эта вся хуйня С тем что Я стал видеоблогером Вот Ну и Не считайся видеоблогером Вот У меня мама тоже Начала за все шарить Она знает Кто такие там Ларин и Хованский Она все знает Но Я бы не осмелился Типа свою маму Притащить на ролик А они смогли И это круто Это охуенно Молодцы Какой хуй фотосессии Не включена Вип-билет В туре Потому что Потому что Захотим Выйдем Отфоткаемся Не захотим Не надо это включать Наши обязанности Вы встречаетесь С моей мамой С кем Блядь Встречаешь Ты сука Вопрос нормально Поставь Или лучше Вообще Не пиши Ничего Блядь Вы встречаетесь Без вопросов Знака Без точки Без ничего Вы встречаетесь И что мне Блядь думать Вот сука Вот я опять говорю Это пиздец Вот сука Блядь Надо ее поймать Забанить Я сижу Рассказываю Про свою маму И про Старого С Джарахом Это пишет Вы встречаетесь Не мне интересно А реально Она о чем думала Когда это писала Она такая сид Смотрит Как я типа Про эту тему говорю Она такая Так я напишу Или Твой мозг лагает Или типа такая Возможно ты про Лизу Что Вполне вероятно Про которую я говорил Минут двадцать назад Блядь Ты двадцать минут Вопрос придумывала Ух Бомбет Уэкинг нравится Очень Кто по образованию Слесарь Блядь Никто Видеоблогер Да Когда Ферис в сетях Отвечал на этот вопрос Вон у Дюрла Блядь Посмотри Надеюсь Что Дюрл В комментариях Не напишет Что я Кремлевский Или типа Такого Спасибо Так Давайте еще Вопросики Я попер Девять классов Заканчивал Одиннадцать Ну я Короче Я закончил Девять классов Пошел Меня заставили Пойти в один колледж Кто в этом колледже Учится Они по-любому Знают Что я вот там Учился Там Потому что Ну прям Реально все знают У меня там знакомый Учился Он говорит Все знают Я пошел в колледж Мне он не понравился Я играл Полгода учился Полгода играл в Доту Потом Мне Из-за того Что я этому колледже Помогал На конкурсы Всякие ездил Мне Дали три дня Чтобы найти Новое учебное заведение Я пошел В вечернюю школу Вот В вечерней школе Так как я не закончил Первый курс Мне должны были В десятый засунуть Но я договорился На одиннадцатый И Как бы это странно Не звучало Вечерняя школа Лучшая школа В которой учился Я не шучу Нихуя Я попал Это двадцать четвертая школа Ее сейчас не существует В Казани Она Ее снесли Короче Получилось так Ну в вечерней школе Берут всяких там Бандосов Кто там сидел Еще что-то Ну как обычно А я попал Именно в тот период Когда всех Отморозков Всех таких чуваков Их перевели Ну в другое учебное заведение Не важно И остались нормальные Ну типа нормальные Они тоже нормальные Ну вы поняли Типа остались Спокойные парни Вот И было так охуенно Там учиться И я плакал Когда выпускался Потому что Каждый учитель Кроме учительницы По физике Не знаю Она смотрит или нет И сука Конченная Блять Сумасшедшая Нахуй Это знаете Когда сидишь Она такая Кашин Я такой Что Там Ты что сейчас Сказал Я такой Чего Ну она реально Что-то у нее Прям А директор Не верил Я ей объяснял Ну она реально Емно Она не верила Она прям реально Не слышала Что-то Не важно Вот Короче Все учителя Вообще Все ученики Было такое уважение К друг другу Что пиздец Мы на уроках Все вели Охуенно Короче Как было Я пришел Мне сказали И моему классу Короче Вас ждет ЕГЭ Выбирайте Прямо сейчас Заочно Предметы Которые вы хотите Сдавать И можете ходить Только на них Типа Выбирайте Короче То что вам Интересно И ходите Ну как в американском Образовании Вот И ходите на них Но если вы ходите на них Учитесь пожалуйста Хорошо Мы вам Вы нам Вот Но так как В школе Ну в этой школе Было охуенно Я со всеми классами Общался Никто не бычил На друг друга Не выебывался Не было такого Прям напряга Типа Вообще никакого Все за друг друга держались Я ходил от звонка До звонка Каждый блядский день Ну то есть Типа Когда Видите как это работает Когда В школе Царится уважение Все учителя Тебя уважают Ты соответственно Уважаешь учителей И тебе и учиться Хочется Вот Я приходил Я хотя должен был там Я вообще не сдавал Никакой предмет Я уже понял Что это полная хуйня Я буду Сдавать только там Математика Русский Все Вот Благо Тогда еще позволяло это Вот Я мог приходить Только там На один Два урока в день И все И уходить Но я приходил Сука С восьми утра Или сколько там начинался Я уж не помню И заканчивал в три Домой шел Потому что мне Сука нравилось туда ходить Вот блядь Вот нахуй Как Как это должно быть В школах А В остальных Ну на примере остальных школ Ты приходишь Там пизданутые какие-то Тети сидят Такие Орут Типа На тебя Блядь Какой-то пиздец Творится Вот Тебя топят На тебя На тебя давят Тебя заставляют Соответственно Ты не хочешь учиться Смотрите И вы представьте Это вечерняя Блядь Школа Школа для уголовников Типа Я туда поступил Только потому Чтобы в армию не идти Вот Я не уголовник Не уголовник Типа У меня Достаточно К тому времени Уже была Обеспеченная семья Вот Но я пошел туда Потому что Ну положение такое было И Очень Очень страшно было Что Я буду учиться Хуй пойми кем Типа Будет пиздец Выживать каждый день буду Нихуя Типа было Просто охуенно Классно Ну короче Вот Че с армией По болезни Кто чувствует Когда нужно пахать На всех предметах Как Как и везде Вот Как это И должно быть В России Но так Не должно быть Ну я На своем примере Горю Что там Про ролик В историях Ты говорил Что вышел ролик На ютубе Проверил Вроде нет Вместе Тоже Мне Только Может Только У меня Не отображается Стилова Он Что удалил Его Или что Да нет Вот Даня Кашин Да нет Вот он У меня С историей Просто не работает Наверное Когда концерт Я вот историей С удовольствием Приеду Посоветуй Сериалы Кроме Лоста И отбросов Побег Я вот Пересматриваю Побег Блять Про убийство Кеннеди Пожалуйста Скажите Кто-нибудь Название сериала И цифра Состоит Хорошо Хорошо Давайте я так Сделаю Дата Убийства Кеннеди Сейчас скажу Охуенный сериал Вы просто Пизданетесь Там всего лишь Девять серий Но они Как хорошо Так Убийства Джона Кеннеди 22 ноября Короче Сериал называется Вова 11 22 63 Прям так и называется Это про чувака Который попал В прошлое И пытался Спасти Кеннеди Всего лишь Там девять серий Но они Просто Охуенный сериал Вот Ну я так не вспомнил Это надо прям сидеть Вспоминать У тебя в Казани Большая аудитория Пригоняю Конечно приеду А Каза это Казахстан Скорее всего Да Я не уверен У меня В Казахстане Очень маленький Если твои себе друзья Меня смотрят Это не значит Что меня весь Казахстан Блять смотрит Нахуй Вот Кто не смотрел 11 22 63 Посмотрите Очень круто Что еще Из сериалов Блять Я много сериалов Смотрел Очень много Как относится Конфликту Хованского Поперечного Никак Я не испытываю Негатива Ни к одному Ни к другому Дружить с Юрой Это очень сложно Я вам так скажу Юра Со всеми ругается Вот Как с Шером Интересно Интересно Кто смотрел Кто смотрел Кто смотрел Майнсисторис Или нет Последние Вот она Короче Есть дом В Питере Прям меня Сука Задевает Эта ситуация Есть дом В Питере Которые Разваливаются В прямом Блять Смысле Короче ЗСД Это Специально Дорога Которая у вас Построена Вокруг города Ее построили В 65 сантиметров От дома Вот Из-за того Что там ездят машины Дом трещит В прямом смысле У нее идут трещины Люди не могут спать И к дороге Подъезжают люди Выходят И начинают Прям в окна Стоять Снимать Улыбаться Пиздец Короче Я уже Ну пофорсил Немножко Вот И хочу Чтобы Да Петиции Надо подписать Я знаю Что петиции Не особо Сейчас секун У меня курьер Пришел Подождите Тут Ой Все Сырен Я тут Вот К чему я говорил Да Я знаю Что Прекрасно знаю Что петиции В нашей стране Нихуя не работает Но это Общественный резонанс То есть Чем больше людей Об этом знает Тем лучше Я сейчас Я сейчас В группе Вконтакте Опубликую Петицию Вот Сгоняйте Плиз И подпишите Будьте Добры Ок Я вот Я вот Только что В группе Запостил В ДК Инг Что Привезли Тем Завтрак Где этот дом На Ну короче Посмотрите Петицию Там все Прекрасно Ремесленной Хуй Знаешь Посмотрите Короче Там все Прекрасно Написано Я был На этом доме Там Есть даже Перезалив Этих На Инсисторис Это Пиздец Отвратительно Выглядит Когда Альбом На iTunes Уже Полгода Обещал Когда Допишу Типа У меня Пока С этим Сложным Смотрел Ходячих Мертвецов Да Смотрел Сохранишь Эфир Нет Я Эфира Не Сохраняю Почему Так Рано Встал Потому Что Поздно Лег Ой Потому Что Рано Лег И Ночь Не Спал До Этого Нех Это Что Богатый Что Еду Заказываешь Ну Блять Надо Знать Где Заказывать На Не Тратить По Тысяч Две Руб Блять Заказ Тревожный Вызов Посмотри Посмотрим Как Отношись К На Ёбу Отсоболю Плохо Я Уже И В Твиттер Писал И У Максима Ревизора В Видосе Давал Комментарии Позиция Моя Давно Уже Ясна Я На Футбольчик Еду Надеюсь Играть А не Смотреть Блять Почему Такие Красные Глаза Нормальные Когда Клип С Марьяшей Блин Скоро Так Давайте Все Последние Несколько Вопросов Давайте Очень Кратко Быстро Я пойду Завтракать Смотрел сериал Закрытая школа Блять Я Маленький Был Смотрел Я Просто Очень Люблю Павла Прилучного Не Могу Ничего С Этим Поделать Закрытая Школа Параша Просто Отвратительнейшая Блять Но Я Из-за Павла Прилучного Смотрел Что По Спорту По Спорту В смысле Занимаюсь Ли я Батутами Занимаюсь Бать Казани Погода Говно У нас Загибись Вообще У нас Прям Солнышко У меня Сейчас Свет В комнате Не включен Все Солнышко Что Из Фильмов Посоветуешь Кстати Выходит Фильм Под названием По-моему Лето Да Короче Про Виктора Цоя Этот фильм Снимали Я не мог Раньше Об этом Сказать Хотя Очень Сильно Хотел Похвастаться Но Сейчас Я могу Я раньше Жил На улице Галерное Это В Питере Короче Одна из самых Английской Набережной Одна из самых Старинных улиц И у меня На улице Снимали Этого Ебаного Цоя Я каждый раз Из окна Смотрел Думал Блядь Они заебали Они перекрывали Нашу всю улицу И каждый А я жил На втором На втором Блядь Этаже И я каждое утро Просыпался от того Что режиссер Так Все Снимаем Я такой Блядь Вот сука Хотя бы Людей Блядь Уважайте В 5 утра Нахуй Вообще Поебать Ночью В 5 утра Свет Говорит Все Я тоже Занимаюсь Съемками Я прекрасно Понимаю Я никогда Не выебывался На них Потому что Я прекрасно Понимаю Что съемки Это такая Хуйня Типа Лучше Не отвлекать И типа Потерпеть Да Вот Но они так Заебали Ужас Ну короче Я хочу Посмотреть Лето Сходить Пока оценка Очень высокая Но это Пиздеж Как обычно У нас Везде Блядь Оценки высокие На Зомбоящике Была Идеальная Оценка Вначале Ну короче Хочу Посмотреть Этот фильм На свою Улицу Блядь И в моем Дворе Снимали Еще Они Короче Все машины Убирали С улицы Вообще Все машины Убирали И ставили Старые машины Типа Копейки Маргон Москвичи Сякие Вот такая Хуйня Шестерки Пойдешь На черновик Я не знаю Что такое Стрельцители Смотрел Да Но я Такой Смотрел Охо Ок Я Чудишь Да Все Так Делают Не Я Один Если Так Никто Не Делать Я Тоже Не Делаю Я Наебал Проверка Вот А в Тихое Место Там Пол Фильма Тишина Даже 90% Фильмов Это Тишина И ты Так Очень Неловко Типа Необычно Типа Больше Ну Типа Видимо Создатели Фильмов Хотели Фильма Хотели Сделать Вообще Другую Атмосферу В зале И у них Получилось Ты сидишь Идеальная Тишина И А у нас Какой-то Черт Орал Блять Постоянно Я ему Несколько раз Рот закрывал Вообще Поебать Типа Вот И Он Пердел Сидел И Перед нами Люди Такие Я такой Обожаю Эту страну Господи Как хорошо Здесь жить Вот Ну реально Сидеть Один такой И там Ползало Я такой Пиздец Классно Вообще Обожаю Жить Здесь Все Давайте Еще вопросик Сейчас Баскет И Кашля Смотрит На Время Бля Баскетбол Хочу Разучился Мы Когда Снимали Аниме Баскетбольной Площадки Бля Я Вообще Поиграл Баскетбол Чуть не Умер На Разучился Раньше Хорошо Занимался Был В Кин Нет Я Был Аниме Форма Голоса Что Бля Как Жизнь Вот Блин Классно Спасибо Хорошо На ВК Фесте Будешь Да Будешь Делать Клип На Ким 5 Плюсом Отвечал Когда Первый Концент Не отвечу Тебе И девочку Когда Стрим Хороший Вопрос Сегодня Да Я подумал А че Нет Тем Более Учитывая То Что Аферисты В сетях Новая Серия Которую Мы снимаем Уже Послезавтра Получается Будет Не Пиздец Как Много Денег Вот Думаю А че Нет Постримлю Хотя Ближний Денежка Поет Кто Рыгает Я же себе Еще Купил Участок За Питером Серьезно Я Подумал Я откладывал Деньги Очень Долго Откладывал Деньги И Думаю Блять А я Очень Сильно Квартиру Хотел Ну Вы Сами Понимаете Типа Видеоблогик Не вечен Блять И В любой Момент Щелк Нахуй И Я Хуй Пойми Кто Вообще И Хуй Пойми Откуда И Поэтому Я Очень Хотел Квартиру А потом Понял Что Дом Строить Намного Дешевле И Короче Я Купил Се Участок Пока Ничего С ним Не могу Делать Мне Денег Нет Я Все Деньги Отдал На Участок Я Еще Должен Блять Но Своегородик Не 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 Но Я Дом Построю Жилой Ну Типа Чтобы В нем Жить И Все Это Километров 10 От Города А Если Ты Живешь За Городом Тут Тебе Нужна Машина Ну Короче Немножко Не Обдуманный Поступок Учит То Что Я Водить Вообще Не Умею У меня Прав Нет Либо Ехать Постоянно На Самокате Либо Хуй Знает По Трассам На Самокате Не Особо Вот Так Что Сейчас Большинство Денег Будет Уходить Мне На Дом В Будущем Ногу Свело Вот На Дом Но Пока Хуй Знает Когда В Украину Когда Дом Там Отстрою Блять Ну Как Говорит Чтоб Дом Стоял И Дети Были И Дерево Блять Расло Ну Зимой На Самокате Заебок Вот Зачем Вот Зачем Ты Сейчас Поставил Мне Неудобное Положение Чтобы Я Сидел Думал Да Во Сколько Стрим Не Знаю В Обед Я Не Знаю В Обед Где-то Так Я вижу Вы петицию Подписывайте Ладно Пока Живите Ладно Общаешься С той Компашкой Из 2К17 Какую Какой Компашкой Новая часть Четко Будет Да Я тебе Гарантирую Реально Типа Я еще раз Повторюсь Отошли Пока я писал Сценарий Я вообще Полностью Отошел От формата Того формата Из которого Начали Ну типа Пародия На телевизионный шоу Там От телевидения Нихуя не осталось Но типа Я делал первую серию С закосом Не закосом А с мыслью о том Что зритель должен смотреть Как будто бы Программу На телеке А сейчас мы под кино Будем косить То есть там полноценная серия Там будет в стиле Готэм и все Вот Там и Готэм И так далее Ну короче Будут перестрелки Жесткие Я не знаю Как это снять Нужны спецэффекты Нам нужны Кстати Кто хочет помочь С удовольствием Нужны Нужна пиротехника Киношная Типа Взрывы Они существуют В России Ну и хуй найдешь Блядь Я их искал Пиздец Как долго Нам нужно Чтобы Ну мы наверное Сами будем делать Ну а вдруг У кого-то есть там Знакомый У которой есть Пиротехника ИПП Имитация Пулевого ранения Но знаете Такая штука Такая Кругляшок Либо она как капсула Она приклеивается К руке Нажимаешь кнопку И так Лопается Ну вы поняли Короче Мы будем думать Вот Сложно Но я хочу Короче Запариться Прям посильнее Запариться Чтобы это выглядел Ну прям вообще Класс Просто Супер Вот написала Девочка Лиза Или Лера Заблокировать Тварь Сука Малолетняя А че На Яндекс.Музыке У тебя только Два трека Я не знаю У меня с ними Проблемы начались Я продал Короче У нас было Условие Два дня Ну типа Выходит Я смотрю аниме Проходит два дня И я могу Трек Вконтакте Залить В итоге Я не могу Ну типа Люди заливают Трек Вконтакте Его кто-то Изымает Мы сейчас Разбираемся Типа Правообладатель Заявил Типа Что там А я Ну короче Хуй знает Бля Так стыдно Ты за эту девочку Надеюсь Про эту девочку Данил Данил Ну в смысле Заебет Другой придумал Ну ты И хуй Пишет Богдан Да иди К ты Нахуй Богдан У тебя У тебя Причем 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 Как Застал У нас Раньше Каждая Остановка Каждый Микрорайон Это была Какая-то Улица Вот Будь то Это там Суконка Ну вы Поняли Восьмовские Были И так Дальше Ну короче Как называлась Остановка Так они И назывались Вот А то что Сейчас подразумевает Ауе Я вообще Представления не имею Что это Зачем это Типа Это Малолетки Которые живут Поваровским Понятием Которые не сидели Но живут Поваровским Понятием Это странно Типа У уличных Раньше была Своя философия Свои правила И так далее Которые в принципе Были Ну типа Ну из-за этого Люди друг друга Не убивали Как минимум Вот При конфликтах Каких-то Да Там всякие Стар Я не особо Типа разбираюсь Старшие приезжали Я помню Разбирались Между друг другом Решали вопрос И в итоге Они давали Своим пиздюкам Пиздюлей За то что Они тут подсапались И все То есть у нас Не было убийств И так далее Вот Почему У меня пишут Что у меня осталось Минута Две минуты Пиздец Вот тут у меня Сейчас пишется Что осталось Две минуты Это типа Мне стримить Две минуты Окей Странно А я могу отключить Это Нет Он мне сейчас Отключится Ну ладно Если я сейчас Отключусь Резко Я сразу Переподключусь Хорошо Вот Вот А сейчас У меня братишка 15-летний Двоюрный Я вот спросил А как у тебя в школе С уличными чуваками Типа И так далее Ну кто мотается Он такой Я говорит Вообще таких не знаю Вообще Говорит Прикинь Я охуел У нас каждый Одноклассник был С улицы Типа А сейчас Вообще такого нету Вот и все А что такое Ауе Я не знаю Типа Это И это странно Ну то что Ауе Ауе Это Как там Арестантский Уклад Един Да Что-то такое Ну это типа Воровская тема И придерживаются люди Которые вообще Не сидели И даже Знакомых нету С зоны Мне кажется Это неправильно Вот Если я правильно Рассуждаю Если неправильно То похуй Вот Но у нас Было В мое время Мое детство Было все по-другому У меня осталось 30 секунд Вот Походу Я сейчас отключусь Не отвечай У меня тут идет Сейчас отсчет 27 26 25 24 23 Что за хуйня Я первый раз такое вижу Я мог раньше Часами разговаривать И похуй 15 секунд Ну давайте Короче Я сейчас завершу И перезапущу Хорошо Сейчас Прямо сейчас